МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И задавать свои вопросы, либо вопросы размещать в группе ВКонтакте, которая называется «Мурманский астрологический центр». Здесь есть специальный раздел «Вопросы астрологу». Вопросы приходят, мы постараемся на некоторые из них ответить. Ну, а у нас сегодня гость. Знакомьтесь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Меня зовут Владимир Пирож. Я трансформационный тренер, мастер по психосоматике. Приехал в Мурманс для проведения семинара «Ключи понимания своего тела». И сегодня я приду на вашу программу «Знаки». А Владимир у нас в гостях. Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер. Вот я так и не понял. Вот скажите, вот чем вы занимаетесь? Что касательно трансформационного тренера и психосоматики? Да, вот просто да. Вот непонятно. Ну, если говорить о трансформации, то все течет, все движется, все меняется. И трансформация — это неотъемлемая часть нашей жизни. Если мы не развиваемся, нет динамики в нашей жизни, то, соответственно, мы отстаем от общего цикла, общего движения нашей природы. И, соответственно, у нас нет прогресса. Поэтому трансформационный ведущий — это человек, который позволяет поднять материал, именно связанный с какими-то блоками, с какими-то зажимами, с теми процессами, которые не дают развитию. Как говорили китайцы, есть одно неизменное — это перемены. Да, безусловно. А у нас звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Я хотела бы узнать о судьбе сына. Давайте. Как вашего сына зовут? Илья. Илья. Дата рождения Ильи? 17-я, 0-6-е. 0-6-е. 90-й. 1990-й. Время рождения? Час 30. Час ночи? Да. А где родился? Город Мурманск. Мурманск. Одну секундочку. Сейчас найдем наш город в карте мира. Мурманск. Так, вот. Итак, гороскоп вашего сына. 17-го июня 90-го года. Воскресенье, час 30. Мурманск. Вот так он выглядит, вот эта картиночка. Здесь вот в Овне две планеты у него, вот он сам близнец, да, в Овне две планеты очень такие, Луна и Марс, что дает очень большую вспыльчивость. Он у вас вспыльчивый человек? Ну, в общем-то, да. И эмоциональный, да. И вот такие вот прямо вспышки иногда показаны здесь, которые могут быть. Да, вот которые могут быть. Он у вас не служит? Нет. Или спортом занимается? Ну, как зарядка. Ну, а что вас интересует по его судьбе-то? Ну, хотелось бы узнать вот насчет дальнейшей судьбы, там, работы, женитьбы, детей. Ну, здесь, собственно говоря, все присутствует, и ничего плохого, ничего плохого не наблюдается. Очень большое влияние мамы показано, очень большое. А вот насчет женитьбы, что там? То есть вы его опекать будете очень долго. А тут надо спросить, понимаете, тут вот сразу непонятно, там, вот, например, на 20 лет тут чувство какое-то стоит. Вот как оно, как оно реализовалось в то время, вот, как вы? Да нет, он как-то, это самое, расстались. Расстались. Ну, значит, тут показатели по личной жизни. Вот на этот год немножко, на эту осень, немножко плохие, грустные. Но после Нового года тут все, все встает на круги своя, и здесь, собственно говоря, все нормально у человека будет. У него будет семья, у него будет дом, у него будет квартира. Единственное, не надо нервничать и не надо психовать, вот так говорит его гороскоп. Значит, жениться, точно женится. Женится? Куда он денется-то? А куда денется? Тут все в порядке у человека. И работа будет, я не могу сказать, что он какой-то великий начальник, но вот работа, обычная работа, которая дает человеку доход, возможность жизни, все тут нормально. Ага, спасибо большое. То есть вы зря волнуетесь. Удачи вам, всего доброго. Спасибо. Владимир, а вот вы сталкиваетесь когда-нибудь, вот вы же семинары проводите с тем, что люди там работу не могут найти или у них сложности какие-то в жизни. Вот как вы думаете, от чего это все происходит? Ну, это один из вопросов, по которым приходят ребята на семинары, это улучшить качество жизни. И, в частности, на семинарах дается возможность как раз-таки обратить внимание на тот образ жизни, который ведет человек сейчас, что он себе разрешает, что он себе запрещает. Ведь в большинстве случаев наше поведение, оно, как, допустим, в астрологии, да, оно обусловлено какими-то заложенными психоматрицами, да. То есть мы ведем себя в большинстве случаев рефлекторно. Если в семье, к примеру, была установка о том, что чтобы быть богатым, нужно много и упорно работать, нужно батрачить, да, как говорится, на дядю, то человек, обусловленный этими рамками, начинает вести себя соответственно. И как бы он ни старался, его психологическое состояние не позволит ему зарабатывать больше, чем было обусловлено в его семье, к примеру. То есть вот такие. А вы вообще откуда приехали? Город Санкт-Петербург, наша культурная столица, прекрасная наша Россия. А как вам Мурманск вообще? Мурманск меня покорил, поэтому я приехал сюда вновь. Первый раз мы были в январе, это было чудесное путешествие. И вот сейчас мы вернулись уже с новой программой, с новым семинаром. И Мурманск для меня очень близким стал и родным, несмотря на то, что мы очень мало знакомы буквально в этом году. Но мурманчане и сам Мурманск по себе это очень мистическое, очень прекрасное и теплое, уютное место, несмотря на крайний север. А у нас звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Хотела бы узнать гороскоп своего племянника. Давайте посмотрим, как вашего племянника зовут? Дима Дмитрий. Дима. Дата рождения? 16 апреля 1983 года. 1983 года. А время знаете? Да, 2 часа дня. Без минут? Мурманске родился. Без минут, да, 14 часов? Да, да, да. Проверяем. Дима, 16 апреля 1983, суббота 14 часов. А вот скажите, он известный человек, нет? Ну, как обычный человек. Потому что тут известность показана. Известность, возможности очень большие показаны. Единственное, вот я вот такого вот человека недавно где-то вот видел, и вот с таким же гороскопом. То есть показатели такие, то поедет, то застрянет, то поедет, то застрянет. Вот такая вот ситуация. Солнце напротив Плутона находится, очень много энергии, очень много внутренних переживаний каких-то. Большое влияние семьи и родителей. Вот я не знаю, тут вот просто так спросить, в семье кто-то очень волевой. Вот семейные, как бы вот сейчас такие вот проблемы возникли. Как у них служится семейная дальше жизнь? Есть какие-то... Ну, чтобы семья хорошо сложилась вот в его данном гороскопе, он, собственно говоря, должен очень сильно натерпеться. И брак будет непростой. И он, вот этот брак очень сильно на судьбу влияет и очень сильно дает очень много переживаний. И супруга, которая будет попадаться по жизни, это не обязательно. Там этот человек или другой человек, всегда здесь будут проблемы. Просто эти проблемы надо решать, надо как-то договариваться, надо уметь выстраивать отношения. Потому что тут полная, ну, как бы противоположность показана. И, собственно говоря, можно это решить. Почему бы нет? Ленив. Решится это, например, звезды как? Что положительно решится или отрицательно? Ну, на сегодняшний день, на сегодняшний день, если вот на сегодняшний брать, более-менее позитивно. Ну, через два, два с половиной года тут опять вылезает очень большая проблема, которую надо решать. Если не может, не могут решить сами, пусть обратятся к специалисту. Сейчас они помогут, есть методики всякие. Вот скажите, он ленив у него в тельце? Нет, не ленив. А вот еще проблема как вот с работой, как вот они вообще... Ну, здесь все с работой, все показано, все замечательно. Работа, известность показана, большие достижения показаны. Одна проблема тут только семья, все. Больше тут нет ничего. Понятно. Ну, это вот как бы других семейных... Ну, я вам вот что хочу сказать, что вот одного человека рассматривать, бессмысленно, надо второго человека рассматривать. Чтобы их рассматривать, это огромное количество времени надо тратить. Мы просто не можем на это ответить. А проблемы тут есть в личной жизни. Разводиться я не рекомендую. Я рекомендую решать эти вопросы. Удачи, всего доброго. Спасибо большое. А еще можно узнать? Нет, уже у нас программа, мы не успеваем, извините. Спасибо, извините. Владимир, вот ваш тоже гороскоп, если посмотреть. У вас ведь Плутон, планета Плутон самая сильная, она с Луной в соединении. А Луна — это наш внутренний мир. И что у вас во внутреннем мире происходит, мне интересно. Ну, вообще, внутренний мир каждого человека, он бесконечно многообразен и интересен. Это я уже в сфере своей деятельности выяснил. Мой внутренний мир всегда направлен на поиск таких сакральных вопросов, вопросов предназначений, уникальностей и индивидуальности каждого человека. Ну, вот если на ваш гороскоп посмотреть, у вас же все, как астрологи говорят, около восхода находится, все в первом доме. И получается, что вот поиск себя, поиск себя — это основная цель вашей жизни. Да, просто в моем восприятии, для того, чтобы стать счастливым, прежде всего, необходимо ответить себе на один простой вопрос. Кто я? Отвечая на этот вопрос, можно понять, зачем. Что лучше получается? Что получается интересней? И во что именно ты сам вовлекаешься? У вас еще очень сильная звезда на Луне Арктур. Пастух Медведей. То есть, да, у Путина вот она тоже очень сильно выражена. Тоже Владимир Владимирович. Да, у Владимира Владимировича. У него тоже весы вот так вот очень сильно заполнены, как у вас. И поскольку у вас несколько планет в соединении, а астрологи считают, что если вот несколько планет в кучу собирается, у человека обязательно будет какой-то звездный час. А у вас вот этот звездный час буквально начинается с следующего года и продлится года четыре. Так что вот вам очень рекомендуется как можно больше, как можно больше сделать за это время. И вот то, что вы наберете, оно дальше вам по судьбе пригодится. Да, здорово. Благодарю. На самом деле это абсолютно четко резонирует с теми целями, задачами, которые поставлены на ближайшие три года. И есть такой момент, и он присутствует. А у нас звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Я бы хотел узнать гороскоп про себя. Алло, алло. Алло. Ваш гороскоп? Да, да, да. Как вас зовут? Алексей. Алексей. Дата вашего рождения? 25.03.1994. Время знаете рождения? 4 минуты первого ночи. 0-0 четыре минуты? Да. 0-0-0 четыре минуты. Где вы родились? В городе Новоминск. На Новоминске. Сейчас, на секундочку, сейчас переставим. И вот, вот ваш гороскоп. 25 марта 1994 года, пятница 004. Вот солнце у вас в Овне, в четвертом градусе Овна, а луна у вас во Льве. То есть, человек такой активный, показан, который идет вперед, которому останавливаться не надо. С творческими тут талантами какими-то. Вот такой он очень-очень интересный, рыбы заполнены. В рыбах вот несколько планет в соединении. И вот недавно по этим планетам, буквально год-полтора назад, шел Нептун, который отвечает за поиск чего-то такого нереального и большого. И мог дать вот какие-то карьерные продвижения некоторое время назад. Вот у вас было что-нибудь такое? Вот взлет какой-то, чувствовали? Да нет, вроде. Нет, вроде. Ну вот, не знаю, не знаю. Гороскоп у вас очень интересный. А чем вы собираетесь заниматься по жизни? Ну, строительство, бизнес, я хочу открыть. Ну, если хотите, вы откроете. Бизнес, пожалуйста, пожалуйста. Здесь, конечно, не столько бизнес, сколько управление. Тут не решение финансовых задач, тут управление людьми больше показано. То есть гороскоп у вас хороший, ничего плохого тут не наблюдается. Даже вот не могу вам сказать что-то негативное. Я могу только сказать, что очень много эмоций. И вот эти эмоции куда-то надо направлять на какую-то очень большую деятельность. Вот так вот. Я понял, спасибо. Всего доброго. До свидания. Мы возвращаемся к Владимиру. Владимир, а вот у вас еще один показатель. Вот как-то поиск себя связан с каким-то домом и с какой-то традицией, с какой-то землей. Вот так вот. Вот у вас все. Вы не планируете ничего в этом? Да. Вообще, на самом деле, очень здорово. Я раньше не касался глубоко астрологических каких-то прогнозов, но после встречи с вами, Сергей, мне было удивительно, насколько четко и точно показывают звезды наш быт человеческий. И возвращаясь к вопросу, культура, образование, традиции – это основополагающие принципы любого развитого цивилизованного общества. В наше время сейчас очень сильно утрачены корни нашими предками, утрачены традиции. И в моем мире, в моей жизни я стремлюсь максимально поднять вот эту информацию о том, как жили наши предки, какими ценностями они обладали, что они развивали в себе, что они поддерживали. И этим я, в частности, занимаюсь сейчас. Это различные наши славянские традиции, культура, быт, потому что он, славянский в частности, быт, традиции, культура, наполнен большой мудростью. Этим я параллельно занимаюсь, параллельно психологией, психосоматикой. А у нас звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Меня зовут Александр, я хотел бы узнать свой гороскоп. Александр, давайте посмотрим. Данные рождения, ваша дата рождения. 25.02.1962. 1962. Время рождения знаете? Да, 02 часа ночи. Без минут. Без минут, да. А где вы родились? Город Бухов, Сумская область. Бухов. Сейчас, знаете, поищем. Город Бухов. Так, не нахожу. Знаете, у меня в программе нет. А какой-нибудь большой там рядом находится? Сумы. Сумы. Ага. Так, сейчас. Сумы. Сумская область, Украина. Так, не тот. Сейчас, одну секундочку. Все это Сумы. Сумская Украина. Вот он. Нашли этот город. Сейчас немножко перестроим гороскоп. Его переведем, его переведем в южные широты. Проверяем. 25 февраля, 62-го. Воскресенье. Два часа Сумы. Вот ваш гороскоп. Вот так он выглядит. Видите линии столько много? Да, да. Противостояние такое. Одних планет, другим внутренний напряг в жизни показывает. Вот смотрите, у вас ведь Солнце в шестом градусе рыб находится. И буквально года два назад, может быть, два с половиной, в течение длительного времени по этому Солнцу шла планета, которая управляет рыбами, Нептун. И вот она иногда на человека обрушивает какое-то счастье, переживания какие-то. В лучшем случае. Это было у вас такое? Да, было, было, конечно. Ну, и у вас впереди еще года через два опять точно такие же показатели. И они связаны с чувствами, с радостью, может, даже вот с каким-то умиротворением впереди. То есть, к счастью, вас еще не отпускает. Понятно. А Марс и ряд планет у вас в водолее находятся. Вы такая рыба водолейстая. И раз в водолее, там это свобода, независимость, желание что-то сделать. Причем вы иногда делаете такие поступки, которые вот сами из себя не ожидаете, а потом только анализировать начинаете. Ну да. Луна в Скорпионе, переживательность высокая. Ну вот такой у нас гороскоп интересный. Понятно. Спасибо большое. Удачи, всего доброго. А у нас есть еще один вопрос из интернета. Да, их, конечно, много. Но вот Екатерина нас спрашивает, потому что мы в прошлый раз ей не ответили. Спрашивает про свой гороскоп. Что можно сказать про этот гороскоп. И сейчас мы его откроем. Вот он. Что здесь можно сказать? Солнце. Вот смотрите, Солнце в Тельце. В оппозиции Плутона находятся очень большие тоже переживания. Такие внутренние напряг. Луна в Овне, эмоциональные вспышки сказать сложно. Наверное, эмоциональная открытость очень быстро реагирует на всякие такие ситуации. И потом здесь еще несколько планет в Овне выражено. То есть активность такая, несмотря на то, что Телец, она проходит. Вот по карьере, если смотреть, тут вот у меня показывают финансовую деятельность. Я, конечно, не знаю, надо с человеком говорить, финансовая деятельность здесь показана. На ближайший год ситуация так складывается, что все успокоилось. До этого, там, пару лет гороскоп бурлил, кипел, тут все менялось. Года три даже подряд он кипел. А сейчас все успокоилось. Вот небольшое такое затишье. И этим затишьем надо воспользоваться для того, чтобы стабилизировать свою жизнь, найти что-то в ней хорошее. Ну, а мы возвращаемся к Владимиру. Вы собираетесь, здесь в Мурманск приехали, семинар какой-то проводить? Да. Мы в прошлый раз приезжали в январе, проводили семинар «Ключи понимания своего тела». И ребята в прошлый раз мы мало проинформировали, в этот раз прошла реклама побольше. Приехали с обновленной программой семинар «Ключи понимания своего тела». Семинар, который рассказывает людям о том, что такое тело, как с ним можно взаимодействовать, что такое психоматрица, что такое рефлексы. Почему в нашей жизни происходят неудачи, и эти неудачи находятся в рамках каждодневного быта. И как из этих ситуаций вырваться? Ну, а зачем нам работать с нашим телом? У нас есть медицина. Вчера, там, позавчера был день медицины, здорового образа жизни. И медики же все нам сделают с нашим телом. Да, все верно. Но, как заметил господин Синельников, доктор наук, медицина занимается лечением следствий. А психосоматика и психология стремятся привести внутреннее психологическое состояние человека к целостности. Не зря есть слово «целить». Есть целители, так вот целители они не лечат. Они занимаются исцелением, стремлением привести человека с разобранного состояния в целое. Что дает возможность более эффективно и продуктивно приложенное усилие приводить к результатам. А у нас есть звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Надежда. Очень приятно. Хотела бы узнать свой город. Ваш, да? Вам строим. Надежда. Дата вашего рождения? 0,9, 0,4, 78, 12, 10, рождена. Город Мурманск. Так, вот, Мурманск поставили. Единственное, здесь надо... Так, знаковный у вас выделен, видите, 20 градусов находится Солнце. Солнце находится в зените, что говорит о том, что человек может добиться славы, известности, признания и сделать какую-то карьеру. И буквально вот со следующего года по вашему Солнцу начинает идти планета перемен, изменений, глобальных перестроек, скажем так. Называется она Уран, связана она с небом. И вот впереди ждут вас грандиозные события. Очень большие и интересные. Поэтому, если вы планируете сделать что-то большое в своей жизни, то вот вам рекомендуется это сделать. Конечно, самое маленькое, что вы можете сделать, это потратить деньги, что-то купить очень большое. Ну, вот так показано. Может быть, это даже недвижимость или еще что-нибудь. Или переехать куда-то. Но надо вот задуматься над тем, чтобы такого глобального сделать в жизни. Потому что такое выпадает один раз в жизни, и то не всем. А направление не подскажете? Не расслышал вас. Направление, направление... Направление, направление с карьерой что-то делать надо. Это в карьерном рынке. С карьерой, да, с карьерой, с заработками, с новыми возможностями, которые у вас появятся. И вообще с новым глотком воздуха в жизни. Вот так вот получается. Вы бизнес можете открыть, если хотите, конечно. А семейное положение? Можно узнать в семейном положении? Семейное. А я же не знаю, как вы. Вы замужем? Нет, я замужем, да. Просто хотелось бы, может быть, что-то видно. Но, понимаете, это надо гороскоп мужа построить и ваш гороскоп. Вот их сложить. У вас, например, вот в вашей карте семейное положение стабильное. Вот Сатурн здесь непростое, но стабильное. А что у мужа там творится, я вот вам сказать не могу. Это надо взаимодействовать. Я поняла. Спасибо вам большое. Владимир, спасибо большое, что пришли к нам в студию. Было очень интересно с вами беседовать. Я надеюсь, что некоторые зрители задумаются, что надо заниматься собой и восстанавливать какую-то целостность свою. Ну а в вашей жизни и дальше только вот какой-то взлет, нововведения, инновации. И вот все в очень большом количестве. Благодарю, Сергей, вас за то, что пригласили меня в гости в свою студию. Мне очень приятно было. И я желаю, чтобы каждый человек обрел свою целостность и раскрыл свою уникальность, проявляя ее в мире, даря ее нам всем, живущим на этой планете. На этой хорошей ноте мы заканчиваем нашу программу. Смотрите нас в следующую среду, звоните, пишите, и все у вас будет замечательно. Субтитры создавал DimaTorzok